Инновационные подходы и технологии в обучении, исследовательские проекты и новые образовательные форматы. Все это в арсенале лучшего педагога по итогам окружного конкурса «Учитель года» Татьяны Шмаленюк. В этом году впервые за много лет губкинский педагог будет представлять округ и наш город на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2018». Всероссийский этап будет проходить в Санкт-Петербурге. Красивейший город, культурная столица России. Это, естественно, накладывает отпечаток на подготовку нашу, на то, как мы будем выстраивать и урок, и семинар. И, конечно же, это ответственность огромная, потому что ты уже не за себя, не за школу, не за город, за целый регион. По тому, как выступит участник от Ямал-Ненецкого автономного округа, будут судить о всей системе образования в округе. Для нас это большая честь и гордость, что именно наш учитель из нашего города стал абсолютным победителем окружного конкурса и примет участие как представитель от региона в Всероссийском конкурсе «Педагог года России». Татьяна Анатольевна – учитель информатики. Свою трудовую деятельность начала 17 лет назад. Быть учителем, по мнению Татьяны Шмаленюк, ответственное и непростое дело. Но в то же время это великая радость – формировать личность человека, давать ему знания, воспитывать характер. Главной своей задачей – видеть сохранение и преумножение того человеческого, что может дать только человек-учитель. Вырастить квалифицированных пользователей и ответственных гениев, умеющих давать жизнь добрым технологиям. Напомним, в этом году Татьяна Шмаленюк стала победителем городского и окружного конкурсов педагогического мастерства. По ее словам, победу в этих испытаниях ей принесли уверенность в своих силах и коллеги, которые на протяжении всех дней сопровождали ее и поддерживали. Один в поле не воин. Я повторяла это и после городского этапа, и после регионального этапа. И всероссийский конкурс, который раз подтверждает о том, что речь даже не идет о том, что участник может приехать один или о том, что участник будет выступить один. Один ты на сцене, но ты в любом случае показываешь командную работу. Тот, кто участвует, это тот человек, который является проводником или представителем этого опыта школьному, именно ему оказана честь его представлять. Тут нужен компетентный и уверенный в себе педагог, который обладает опытом и который может донести то, что делается в школе до масс педагогических. У участников Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018», а их 85, остается совсем немного времени для подготовки. Всероссийские педагогические состязания стартуют 24 сентября. В Санкт-Петербурге пройдет несколько этапов. Завершится конкурс в Москве, где назовут имя абсолютного победителя главного педагогического конкурса страны. Лучшие работы разместят на федеральном портале «Российское образование». Все участники конкурса получат сертификаты и дипломы, а победители – призы. Ирина Заекина, Елена Канина, Олег Семагин. Новости Губкинского.